Мы с вами начинаем последнюю встречу этого сезона. Сегодня у нас с вами 22 декабря практически закончился год календарный, практически закончился семестр. И что радует, прошедшая ночь была самая длинная ночь года, дальше световой день будет увеличиваться, что приятно. Давайте начнем, как всегда, с технических нюансов. Хорошо ли вам меня видно и хорошо ли вам меня слышно? Все ли в порядке с качеством звука и изображения? Так, Богдан, спасибо, я вижу. Так, сейчас, секунду, вот у нас Мария еще не подключила звук, что-то у нее затянулось с этим вопросом. Ну, собственно, пока подключение происходит, вы и Гнил должны уже меня слышать. Соответственно, если у вас сформулировались за эту неделю какие-то вопросы, то вот сейчас я традиционно дам вам несколько многих того, чтобы прислать эти вопросы в чат. После этого я буду на них отвечать. Только время, несколько потребуется, но не больше, чем время, отведенное на наши две пары. Ну, а если время останется, то мы с вами обсудим что-то из моего запаса. Соответственно, вот сейчас несколько минут, в течение которых я прошу вас сформулировать, прислать чат те вопросы, которые вы за эту неделю подготовили. Давайте, ну, скажем, пять минут на эту работу, на то, чтобы сформулировать вопросы. Или, если вопросов нет, вы можете сразу написать, что вопросов за прошедшую неделю у вас не добавилось. Тогда мы можем сразу перейти к чему-то из моего запаса. Пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Дан Вижу. Даниил просит объяснить теорему о дифференцировании композиции функции. Так. Ну, Мария пока не отозвалась. Хорошо. Даниил, давайте тогда начнем с вашего вопроса. Давайте еще раз вспомним, когда мы с вами обсуждали производную явно заданную функцию, да, мы с вами договаривались о том, что помимо явного задания, а явное задание означает, что мы с вами можем выглядеть, говоря о функции одной вещественной переменной вещественной значной, да, мы с вами говорили, что в этом смесле в рамках курса анализа мы всю дорогу имеем в виду дело с функцией, которая получает на вход вещественное число и на выход дает тоже вещественное число. Соответственно, область определения F, ну, это какое-то множество I. Соответственно, вот это вот множество I, это некоторое вещественное подможение. Так вот, мы говорили о том, что у нас есть три стандартных способа задать функцию. это явное задание, задание, когда одна переменная может быть выражена через другую. параметрическое задание, это когда обе координаты могут быть выражены как функции тоже одной переменной. вот это, такое задание называется параметрическое. И, наконец, самое сложное, на самом деле лечь так называемая неявная. Это задание вот такого вида. задание вот такого вида, когда явным образом одну переменную через другую выразить нельзя, но при этом сама по себе функция задается вот таким вот уравнением. Соответственно, почти все результаты, которые у нас есть в этом семестре, формулировались для вас для функций, заданных явно вот в таких терминах. Это не означает, что нельзя сформулировать в терминах параметрического или неявного задания. И более там в некоторых курсах, ну, скажем, формула для касательного и прочего, она присылается в разных вариантах, где кто-то формулирует теорему о дифференцировании производной и неявной. Но в большинстве случаев, в первую очередь, работа идет именно с явным заданием. Ну, и вот мы с вами сейчас тоже вспомним соответствующее выражение о форме явного задания. Итак, вот у нас есть явно заданная функция. которая, значит, вот мы с вами обсуждали дифференцирование. Там была достаточно простая, ну, с точки зрения практики применения конструкция, в том смысле, что там была таблица производных, в которой было около десятка производных, и был список из шести правил дифференцирования. Мы с вами говорили о том, что для явно заданной функции одно вещественное переменное и вещественное значение. Вот это вот списка из десяти табличных производных, ну, реальных там, может быть, не десять, но порядка. И шести правил дифференцирования достаточно, чтобы превратить задачу дифференцирования явных функций в техническую. соответственно, на почетном месте там находилась формула дифференцирования композиции. Что это означает? Прежде всего нужно вспомнить, что такое композиция. Итак, пусть у нас есть функция f и у нас есть функция g, которая обладает следующим свойством. во-первых, область определения g. Ну, давайте, может быть, я буду придерживаться стандартных обозначений, хотя это совершенно не принципиально здесь. область определения f содержит область значений g. То есть в тех точках, в которых получаются какие-то значения g, функция f определена. Ну, и второе, соответственно, производная функция g, функция f в точках g существует. Возможно, не во всех. Я сейчас не буду углубляться в технические нюансы. Это вопрос, скорее, к некоторым. Но всегда там, возможно, некоторые особенности формировки. Важно то, что вот этот вот объект, объект производная, он должен быть, он должен существовать, он должен быть определённым. Соответственно, дальше всё просто. Относительно, конечно. У нас с вами есть понятие композиции. Оно вот от этого правила, естественно, не зависит. А вот от этого, конечно, зависит. f композиция g, вот этот вот значок. Чаще всего композиции обозначают. Значит, f композиция g, это тоже будет некоторая функция. тоже вещественная и тоже вещественная значная. Ну и если говорить грубо, то область определения функции композиции содержится или совпадает, давайте я так и напишу, в области определения функции g. g, ну а область значений содержится и совпадает в области значений функции f. f, если быть совсем точной, то это та часть значений функции f, которые получаются на точках, полученных из действия на значение функции g. Можно сказать так. Так, вот у нас есть наш с вами исходный аргумент, который лежит в области определения g. Мы действуем на этот аргумент, собственно, функции g. Мы действуем на этот аргумент, собственно, функции g. Результат, который получается, это g от x, которая принадлежит области значений g. g, да, собственно, это одно из значений g и есть, которая, вот это требование, попадает в область определения f. Раз оно попадает в область определения f, значит, вот на эту штуку, как на новый аргумент, можно подействовать, можно даже написать, что вот это самое g от x – это какое-то x1. Это не обязательно для понимания, но можно. Вот на это вот новое x1 мы имеем право подействовать уже функции f. Ну, и результат, который получится, это f от x1, он же f от g, я сказала, от g от x. Вот это композиция, точнее, это композиция двух функций. Вообще говоря, ничто не мешает построить композицию нескольких функций, но это делается в форму индукции, сейчас мы не будем на это останавливаться. Соответственно, что здесь написано? Здесь фактически написано, что если мы хотим применить функцию f композиция g к точке x, то мы сначала к x применяем g, а потом к результату применяем функцию. Вот эта штука – это и есть композиция. Теперь, когда мы разобрались с определением композиции двух явно запахных функций, давайте вспоминать соответствующие правила дифференцирования. По-русски оно называется дифференцирование с нужной функцией, по-английски у него чуть более описательное название. Оно называется chain rows – правило цепочки. Хотя надо сказать, что сравнение с цепочкой, наверное, не самое наглядное, ну, по крайней мере, мне она никогда особо не нравилась. Здесь чаще наблюдаются сравнения с почином капусты, кто-то сравнивает с матрешкой, иногда сравнивают с тем, как вы надеваетесь в теплую одежду, когда нужно одеть несколько слоев, а потом раздеваетесь. И идея заключается в следующем. Вот здесь, пожалуйста, вот сюда. Здесь как раз очень хорошо видно последовательное действие действие нескольких, в данном случае, двух функций. Вот сначала у вас был аргумент x. Дальше мы применили к нему внутреннюю функцию g и получили g от x. Оно же x1. Давайте я вот сюда кроме перешу, что оно же x1. Дальше g от x уже как к новому аргументу мы применили функцию f и получили f от g от x. Тогда вы пытаетесь вычислить производную вот эту композицию. Здесь всегда есть нюансы названия. Такое производное наличие от производной сложной функции. Отсюда дополнительные сложности. Вы словно бы идете вот по этой цепочке в обратную сторону. У нас с вами над каждой красной стрелькой написано, какую функцию мы применяли, а перед вертикальным хвостом этой стрелки написано, какому аргументу, собственно, применяли. Вот здесь, например, написано, что последней в нашем списке применялась функция f, но в точке, которая устроена сложно, в точке g от x. Дальше написано, что мы с вами применяли функцию g к аргументу x. Формально говоря, можно пойти дальше. Можно написать умножить на x штрих. Но поскольку вот эта производная равна единице, вот этот множитель не выписывается никогда. Исключение составляет как раз вот ситуацию в духе той, в которой мы находимся сейчас. Ситуация, в которой идет объяснение. Ну и остается только добавить, что эту цепочку, я еще раз говорю, можно сколько угодно увидеть. Там можно сделать 10-20 этапов. Синус логарифма арт-тангенса косинус корня десятой степени из. Ну, тем длиннее будет цепочка, тем больше шагов вам придется совершить. Но это удлинение цепочки, увеличение количества шагов, оно, если угодно, экстенсивное. Да, это значит, что объем работы такой делаете. Это объем работы технической, чисто вычислительной. Такой особый идейный нагруз, это больше не. Ну, и мы с вами за этот семестр, ну, и вы со мной посчитали немало производных. Ну, и я практически уверена. Производная – это как раз такая тема, которая, мне кажется, у всех векторов, читающих анализ занимает некоторое место. И у всех практик, идущих занятий по анализу в первом семестре, это тоже одна из таких ключевых тем. Соответственно, вот вычисление сложной производной занимает там место более чем почетное. Собственно, я бы сказала, что с применительной точки зрения это, наверное, одна из самых сложных вещей. Как раз потому, что нам нужно не просто продифференцировать функцию, а продифференцировать ее вот в точке, которая устроена каким-то хитрым образом. Расскажем, если вы хотите продифференцировать. Ну, вот я сказала, да, что-то неврасное, красивый логарифм орктаны из х, например. В этом месте, если вы уже достаточно новострились, то можно это написать просто глядя на саму функцию. Если нет, то всегда можно нарисовать себе цепочку в помощь. Вот конкретно здесь, например, сначала был х, потом к нему применили арктангенс, и получился арктангенс х. Потом, ну ладно, применили логарифм натуральный, и получился логарифм орктангенса х. Ну и, наконец, последняя функция, эта функция синус, и получился синус логарифм арктангенса х. Сейчас, коллеги, я чуть-чуть подправлю свою запись. Я, видите, первую стрелку нарисовала другим цветом, никакой сократной мысли это не несет, но лучше, чтобы все было согласовано. Ну так, появился вопрос, что за знак справа-сверху уже? Так, я не очень понимаю, честно говоря, про какое справа-сверху идет речь. Давайте попробуем понять. Так, Данил, вы можете как-то, да, уточнить, где справа-сверху? Справа-сверху у меня вот цепочка, которую я только что выписывала, и здесь же просто нет. Вы, наверное, имеете в виду что-то другое, но я пока не очень понимаю, что. Значит, вот у нас есть цепочка со стрелочками. Вот есть, собственно, выписанная функция дифференцирования композиции. Вот здесь. Никакого знака тут нет. Здесь написано F от G от X. Дальше это выражение заключено в квадратные скобки, исключительно потому, что здесь и так две выложены круглые скобки. Если нарисовать третью, то это будет сложнее для прочтения. Это знак штрих, знак производный. Дальше знак равенства. Дальше написано F штрих в точке G от X, в сложно устроенной точке. Умножить на G штрих от X. Это везде штрихи. Мне кажется, они довольно хорошо видны. Вроде бы не должно быть с этим проблем. А дальше вот здесь красным написано умножить на X штрих. Дело в том, что формально же нам, и что не мешает пойти дальше, вот эта вот функция, это же тоже функция, ее тоже можно продиференцировать. Другое дело, что этот множитель не пишет. Не пишет его потому, что этот штрих всегда равен в единице. Ну, Танил, мне кажется, что вот здесь как-то проблем с качеством видео быть не должно. Вы вот это имели в виду? Ну, Танил, вы, мне кажется, немножко придираетесь. Там, конечно, блик небольшой есть, но то, что это G штрих, как по мне, должно читаться совершенно нормально. Вот, коллеги, Богдан и Мария, я вас попрошу побыть в качестве арбитров, потому что, ну, вот здесь какой-то микроблик, конечно, есть, но, по моим ощущениям, он совершенно не должен мешать прочтению. То есть это вот какая-то придирка с вашей стороны. Уж не обессудьте. Так, Богдан, Мария, скажите, пожалуйста, вот то, что здесь написано G штрих, действительно плохо видно? Или это, Даниила, какие-то проблемы с качеством изображения на его стороне? Так, ну, Даниила, значит, тогда давайте все. Я повторю, там, конечно, штрих просто производная, производная, но, похоже, у вас вот что-то, я не знаю, с компьютером или с смартфоном, с которого вы смотрите нашу запись, потому что этот блик, он совершенно мизерный, и прочтению этого штриха он мешать совершенно не должен. Да, это, к сожалению, бывает. Более того, это бывает в самый неподходящий момент. Но вот остается, да, надеяться на то, что мы с вами сможем, сможем в случае чего что-то с этим сделать. Значит, давайте все-таки вернемся к этому примеру, раз уж я его написала. Итак, вот мы с вами выписали вот эту вот цепочку. Я еще раз повторюсь, что цепочка – это абсолютно вспомогательная вещь. Ее не нужно писать, если вы и так понимаете, какая функция внешняя, какая внутри. Если вдруг запутались, то вот это вот отличная шпаргалка. А дальше вы начинаете идти по этой цепочке в обратную сторону. Вот отсюда и матрешка, которую разбирают, а снаружи, кнутри, или там разматываете клубок, я не знаю. Значит, соответственно, внешняя функция, и здесь вот последняя функция – это функция из синуса. Производная из синуса – это косинус. Так, секунду, коллеги. Пока я разговаривала, черный маркер сказал, что он так работать не готов. Производная из синуса – это косинус. Вот эта функция, которую мы дефектируем первой. Но это косинус в сложно устроенной точке. Соответственно, у нас не косинус х, а косинус, извините, логарифма актангельса х. И мы должны эту красоту домножить на производную того, что мы видим. Так и напишем. Теперь нас по-прежнему интересует вопрос вычисления производной. Но эта производная стала попроще. Теперь у нас не три шага, только два. Ну, первый множитель меняться не три. Мы уже все с ним сделали. И мы продолжаем движение по этой цепочке задом-наперед. Теперь мы находимся вот здесь. Производная логарифма – это единица. Давайте, может быть, я это тоже писать. Производная синуса – это косинус. Аргумента – производная логарифма – это единичка деленая. На аргумент. А аргумент у нас вот такой. Аттантис. Ну и умноженная на производную того, что внутри. Того, что вот здесь. Производная артантис. Нас по-прежнему интересует вычисление производной, но на самом деле работа почти закончена. Дело в том, что производная арктангельца – это табличная производная. Соответственно, ее вычислять, в общем-то, не нужно. Ее нужно только вспомнить. Мы с вами говорили о том, что табличные производные – это те производные, которыми вы пользоваться можете как готовым справочным материалом. Ну, первые два вычисленных множителя. Меняться не будет. А производная артантис. Динучка в числителе. Динучка плюс х квадрат в знаменателе. Вот, собственно, ой, нехорошо, да, потому что мелковато я написала. Коллеги, сейчас я исправлюсь. Сейчас я исправлюсь, так это считается, к сожалению, недостаточно хорошо. Первый множитель. Второй множитель. Ну, и третий в этом списке последний множитель. Соответственно, вот это вот последовательное. Вычисление производных в сложных точках. К этому, де-факто, и сводится вычисление производной композиции явно заданных. Так, Даниил, скажите, пожалуйста, ответил ли я на ваш вопрос? Может быть, остались какие-то вещи, которые… Тем более, если у вас, да, сейчас не все в порядке с каналом, это, конечно, сильно отслабить в работу онлайн. Поэтому, пожалуйста, так, отлично, хорошо. Хорошо. Значит, ну, коллеги, есть ли у вас еще какие-то вопросы, которые вы хотели бы мне задать сейчас? Значит, если да, то давайте, и если нет, то мы с вами вот обсудим что-нибудь из моего загашничка. Давайте я еще минутку вам дам, парни, на то, чтобы окончательно решить для себя этот вопрос. Ну, а после этого займемся вашими вопросами, ну, или вот моим рассказом. Значит, пока вы думаете, я, наверное, еще просто скажу. Вы помните, у нас на канале ЛЭЦИ, помимо тех занятий, которые проходят с вами, каждую неделю велись открытые консультации для всех учащихся первого курса. На самом деле, не только первого, хотя первого, очень первого. Вот вчера была консультация, я, кстати, не знаю, предпоследняя она или последняя, возможно, та консультация будет на следующий недель, тоже это надо уточнить. Вот, я думаю, что в каком-то виде эти консультации продолжатся и в будущем семестной, и это очень полезное, очень удачное мероприятие. Я так всячески его рекомендую. Некоторые нюансы таких встреч, вы, собственно, уже, наверное, оценили по вот нашим с вами занятиям. Некоторые нюансы этих встреч заключаются в том, что очень многое на таких встречах зависит от вас. Да, если на стандартной лекции, на стандартном практическом занятии вы приходите к преподавателю, у которого есть план, и он или она с вами что-то рассказывает согласно этому плану. Естественно, вопросы, которые вы задаете, скорость вашего восприятия, влияет на то, как и что человек рассказывает. Но в целом вот есть некоторый календарный план, который очень придерживается. Когда вы приходите на консультацию, ключевой элемент консультации – это ответы на ваши вопросы. Соответственно, когда происходит консультация, вы формируете, фактически вы формируете контакт. И это означает, что если вы идете на консультацию, то на вас ложится некоторая доля предварительной работы. Типа, вопросы нужно подготовить, их нужно задать. А, соответственно, это работа. Это работа, которую нужно делать. И на самом деле это очень полезная работа. Во-первых, сформулировать вопрос – это значит хоть как-то обдумать, погрузиться в область. Во-вторых, мы с вами, конечно, уже проводили этот параллель. В спорте есть такой прекрасный термин, очень наглядный, очень точный, как называемое тренировочное окно. Ну, когда вы осваиваете какие-то новые высоты и навыки, вы должны оказаться в том диапазоне, в котором вы уже что-то можете, но не все. Если вы не можете ничего, совсем ничего, то эта травма опасна, малоэффективна. Если вы находитесь в диапазоне, в котором вы можете все, то это неинтересно. Вы не развиваетесь, вы остаетесь на том уровне, как вам были. Если вы в тренировочное окно, это как раз тот диапазон, где с одной стороны вы уже подошли к плотному, а с другой стороны у вас есть пространство для роста. Дайте, коллеги, в каком-то смысле это похоже на то, чем мы занимались в этом семестре, на то, как вы доопределяли функцию в точках, являющихся границами области определения. Там вы тоже в плотном приближались к точке значения функции, которой не было. А дальше в некоторых случаях бывало осмышленно доопределить значение функции в этой точке просто значением соответствующего предела. Так, ну хорошо, хорошо. Так, Ваниил, я вижу ваш вопрос. Насколько я помню, вы были на том занятии, которым Мария задавала робот такой же вопрос. То есть я могу на него ответить еще раз, но, скажем так, меня немножко, немножко огорчает необходимость отвечать на одни и те же вопросы по нескольку раз, тем более людям, которые на занятиях не так присутствовали. Ну, давайте поступим следующим образом. Значит, я раз вопрос задавал, я на него все-таки отвечу. Вот, но мне хотелось бы так вас попросить все-таки вспомнить, что мы по этому поводу говорили. Это было вот совсем недавно. Я думаю, что занятия два назад. Вот, ну. А, вы нашли. Хорошо, хорошо. Ну, коллеги, здесь, так, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что у вас происходит. Во-первых, у вас, конечно, объем информации большой. Во-вторых, как правило, чем ближе контрольное мероприятие, тем больше это требует нервов, тем больше каких-то додлайнов, тем больше. Особенно если какие-то работы, которые проверялись долго, возвращены одним маком сейчас, и выяснилось, что у нас есть какие-то ошибки, это все, конечно, не способствует душевному спокойствию. Ну, поэтому какие-то вещи действительно могут вылетать из головы, ничего страшного в этом нет. Но вот так, знаете, это немножко напоминает шутку времен, когда вот интернет окончательно стал быстрым, а Винчестеры с большими. Вот тогда появилась такая шутка о том, что Винчестер находится в таком состоянии, что, скажем, фильм или музыку проще найти в сети, чем на собственном Винчестере. Ну, сейчас, наверное, эта шутка уже довольно сильно утратила актуальность. Сейчас в большинстве музыкальных, возможно, в каких-то источниках, скорее подписки на какие-то сервисы. Но, тем не менее, вот, возможно, отчасти это в очередной пользу того, о чем я уже говорила, что, когда вы делаете записи, необходимо поддерживать в них порядок. Не в смысле абстрактного какого-то аккуратных строчечек, нет. Это как раз в том смысле, что ваши записи должны быть удобны для вашего же дальнейшего использования. О, а вот теперь блик на штрихе должен был исчезнуть. Коллеги, да, это моя вина. Но дело в том, что это был паразитный блик, отраженный блик, лампа отражается от стекла, шкафа, который стоит за штативом. Соответственно, вот я забыла открыть эту самую стеклянную дверцу, и отбриск, который эта дверца давала, собственно, и бросал блик вот сюда. Ну, вот сейчас блик исчез. Значит, коллеги, давайте тогда, раз я начинаю что-то рассказывать, причем не очень содержательно, на самом деле, и отвлекаю вас от формулирования вопросов, значит, давайте все-таки сделаем так. Я сейчас на 5 минут прервусь. За эти 5 минут, значит, либо вы деформируете вопрос, значит, да, вопрос предыдущий, видимо, отпал, судя по тому, что написал донимин. Ну, а после этого мы все-таки определимся с... нашими дальнейшими планами. Опять-таки, я понимаю, что сейчас тяжело работать, и вам непросто, и мне тоже не совсем элементарно, но мы с вами справимся. Давайте, давайте, вот 5 минут я сейчас выделю на то, чтобы определиться с дальнейшими планами. Спасибо. 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 Судя по отсутствию новых сообщений в чате, я так понимаю, что вопросы, которые готовы спримулировать, временно закончились. Ну, давайте тогда поговорим вот о чем. Тоже довольно забавная, по-моему, фактически случилась в этом смысле. Я помню, что мы на первой нашей встрече говорили про анализ. Я в какой-то момент даже удивилась, потому что, еще раз повторюсь, по многолетнему опыту, в первом семестре анализ, пожалуй, сложнее для восприятия, чем алгебра. Но вот, тем не менее, дальше мы с вами в течение нескольких занятий говорили только про алгебру. Вот я там удивилась в какой-то момент. После этого вопрос по алгебре и анализу шли, ну, так, более-менее в перемех. Соответственно, по поводу анализа мы с вами накрыли, пожалуй, все, что входило в первый семестр. Естественно, я имею в виду, что ваши вопросы, вопросы, которые вы задавали, так или иначе, относились вот по всем рассмотренным темам. Но когда мы с вами говорили об алгебре, мы с вами практически закончили разговор на применении матричного исчисления для решения ленинной системы. То есть вот за рамки разговора о ленинных системах мы с вами не вышли. Соответственно, раз уж так получилось, что вопросов у вас сейчас нет и у нас еще осталось, давайте мы с вами поговорим о таких алгебраических операциях, как скалярное, векторное и смешанное произведения и об их применении в народном хозяйстве. Дело следующее. Ваш курс первого семестра, соответствующий курс, называется алгебра и геометрия. Геометрии в нем на самом деле не очень много. В самом конце есть такой кусок материала, который, собственно, как правило, называется аналитическая геометрия. В целом он сводится к заданию прямых и плоскостей разговоров о взаимных расположениях. Иногда успевают поговорить о кривых поверхностях второго порядка. Вчера, например, на той консультации, о которой я упоминала, был задан вопрос там про оптическое настроение. Сейчас меня будет интересовать вот какое соображение. Дело в том, что вот эти вот разговоры о скалярном векторном произведении позволяют делать удивительно интересные и полезные вещи. они позволяют решать целый класс задач, поставленных как геометрические, алгебраическими средствами. И это то, что жизненно важно, если, конечно, планируется работать по специальности, то, что жизненно важно научиться делать. Дело в том, что во многих таких вот, во многих людях, не только учащихся, взрослых вполне, существует какое-то очень четкое разделение, условно говоря, там, вот физика, вот химия, да, или вот алгебра, вот геометрия. И, переходя к работе в одной области, они словно бы забывают обо всем, что узнавали из другой. Это то, чего делать категорически нельзя, потому что очень часто бывает, что соображения, пришедшие из одной области, применимы в другой, и результаты, ну, результаты очень интересные. Собственно, сегодня, если ничего не случится, мы с вами посмотрим на такие задачи. Итак, сейчас мы будем говорить вот о скаляном векторном и смешанном произведении. Ну, давайте начнем с простого. Я сейчас не буду рассуждать об абстракте векторных пространств, это очень интересная тема. И это один из основных фигурантов, которые вы будете рассматривать с курсиалом в будущем. Я буду просто говорить, что у нас есть... Вроде бы я именно эти марки написала до перерыва. Получилось? Ну, микро-перерыва. У нас есть, вообще говоря, РН. Значит, давайте на всякий случай вспомним, что вот это за буква Н сверху. Пусть у нас есть множество. Мы будем называть Декартовым квадратом этого множества. и обозначать вот таким образом. Н квадрат. Декартов квадрат множества. Это, коллеги, вот здесь внимание, множество упорядоченных пар. М1, М2. Где М1, М2? Это какие-то элементы из М. Выражение упорядоченная пара означает, что М1, М2 – это не то же самое, что М2, М1. Давайте. Я напишу. Упорядоченная. Упорядоченная означает, что порядок инструментов важен. Естественно, эта штука вам знакомая. Если мы нарисуем известную вам плоскость, да, то понятно, что точка 1,2, ну, давайте 0,2 для наглядности, да, это вовсе не то же самое, что точка 2,0. Знакомая вам вещественная плоскость, которую вы привыкли обозначать R2, это, собственно, Декартов квадрат и есть. Декартов квадрат вещественного, множество вещественных чисел. Иногда вместо R квадрат пишут R крест R. Вот этот крест, он обозначает как раз Декартово произведение. Ну и, естественно, аналогичным образом можно определить Декарту и так далее Декартову n на листебе. Декартово n на листебе, да, m крест, m крест и так далее, крест m, n штук, ну или что то же самое, m в степени n. Это у нас множество упорядоченных наборов элементов из m. Если хотите, если хотите, можно в этом листе мысленно представлять себе множество строчек длинны n или столбцов высоты n. Векторы чаще представляют все-таки столбцами. Ну, в основном вот потому, что мы привыкли, скажем, описывая действие матрица наверх, умножать матрицу на столбец. Ну вот мы с вами понимаем теперь, что, скажем, вектор на плоскости можно рассматривать как пару координат. Опять-таки мы с вами сейчас не будем говорить о том, что один и тот же вектор может быть задан. Разные парные координат в случае различного выбора базиса. Это отдельный сложный разговор, и он на самом деле относится все-таки у вас в будущем. меня сейчас будет интересовать, как я уже говорила, скалярное, векторное и смешанное произведение. Итак, вот мы с вами берем rn. rn – это значит множество строчек длинны n, ну или, если хотите, столбцов высоты n с вещественными аргументами. Давайте сейчас определим на rn скалярное произведение. Значит, коллеги чуть-чуть забегают вперед сразу же. То, что я сейчас определю как скалярное произведение, это на самом деле очень частный случай. Общий случай того, что такое скалярное произведение, вам опишут курсиологи в будущем семестре, когда вам расскажут, что разные базисы создают разные скалярные произведения, введут понятие матрицы грамма, ну и расскажут обо всех технических нюансах более подробно. Соответственно, у нас сейчас все будет просто. У нас есть стандартный базис. На стандартный базис – это векторы, у которых единичка на одной из позиций, ну и на всех остальных местах. И вот это вот скалярное произведение соответствует именно вот этому базису. Для вас это сейчас не играет никакой роли. Скорее, это такое задемное будущее. Итак, вот у нас есть rn. И давайте определим на нем стандартное скалярное произведение. Это значит такое отображение. Ну, как правило, оно обозначается круглыми скобками, которое получает на вход две строчки из н векторов и выдает на выходе число скалярное. Собственно, скалярное произведение имеет в качестве результата скалярное. Ну, забегая, во-первых, векторное имеет значение векторов. Итак, скалярное произведение. И мы будем определять его так. Значит, если u это у нас набор u1 и так далее, um, а v это набор v1 и так далее, vn, тогда скалярное произведение uv это сумма попарных произведений, у координат, прошу прощения, с одинаковыми номерами. u1 v1 плюс u2 на v2 плюс тратата плюс un на vn. Вот это, собственно, определение скалярного произведения. Ничего нового для вас в этом определении нет. Понятно, что вы это определение видели еще в школе. Ну, вот сейчас мы с вами формулируем несколько свойств скалярного произведения, которые будут архиполезны. Ну, а затем, если все пойдет хорошо, перейдем к более сложным конструкциям. Значит, коллеги, для того, чтобы продолжать рассказывать, мне нужно стереть доски. Ну, я в целом планирую стереть все вот до этого места. Могу стирать? Так, Богдан, вижу. Спасибо. Так, ну, сегодня вас совсем немного, поэтому можно дождаться всех. Гнил, Мария. Так, Гнил, Мария, отзовитесь, пожалуйста. Вы меня слышите? Так, все хорошо. Можно стирать? Могу. Так, ну, хорошо. Хорошо. Тогда, собственно, продолжаем разговор. Сейчас мы сформулируем некоторое количество свойств скалярного произведения. Давайте я сразу напишу, что это свойства вещественного скалярного произведения. Здесь тоже все не так просто. В будущем свете вам расскажут про истыливо-имметарное скалярное произведение. Там все будет не совсем одинаково. Но сейчас стараюсь не засыпать вас спойлерами. Так, первое свойство скалярного произведения, которое является архиважным. Это линейность по первому аргументу. Что такое линейность по первому аргументу? Это лучшее такое. Пусть U, V и W – это значит термерные векторы, а альфа – это вещественное число. Тогда скалярное произведение альфа U плюс V на W можно представить так. Альфа на U плюс V на W. Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Помните, мы с вами уже натыкались на линейность. Когда говорили о пределах, потом говорили о производах, мы все время акцентировали внимание на то, что линейность – это одна и та же штука. Это возможность разбить сумму на слагаемое и возможность вынести константу, константный множитель за знак оператора. Вот она линейность. Мы снова разбили сумму на слагаемое и там, где это было возможно, вынесли константу за знак оператора. Такое свойство называется линейность по первому аргументу. Второе свойство называется свойством симметричности. Для любой пары U и V из РН скалярное произведение U на V совпадает со скалярным произведением V на U. Вот здесь критически важно вот эта история, что скалярное произведение вещественное. Я еще раз повторюсь, когда вы будете рассматривать скалярное произведение, ну, хотя бы на комплексных числах, вот такой вообще не будет. Все будет несколько сложнее. Давайте сразу же сделаем замечание. Понятно, что из пары свойств 1 и 2 немедленно следует, что вещественное скалярное произведение линейно по второму аргументу тоже. Почему же я не сказала сразу линейно по второму аргументу? Коллеги, это снова задел на будущее. Линейность по первому аргументу нескалярного произведения будет и в комплексном случае тоже. Но поскольку не будет симметричности, то не будет линейности по второму аргументу. Там будет немножко более хитрая свойство. Поэтому вот здесь формулировка такая. Хотя, еще раз повторюсь, вещественных случаев с линейностью по второму аргументу тоже все хорошо. Третье важное свойство. Называется оно невырожденность. Для произвольного вектора У скалярное произведение на себя не отрицательно. Более того, если скалярное произведение на себя, иногда он еще называет скалярный квадрат, так как если скалярный квадрат нулевой, это возможно только в одном случае. Если сам вектор У тоже нулевой. Сморство невырожденности говорит нам, что скалярный квадрат произвольного вектора не отрицателен. Более того, скалярный квадрат вектора равен нулю в единственном случае, в случае, когда сам по себе вектор нулевой. Из этого немедленно следует, что мы можем ввести понятие длины вектора. И длину вектора мы можем определить как корень из его скалярного квадрата. Вы наверняка помните школьную формулу про то, что это корень из У1 в квадрате плюс У1 в квадрате. Собственно, это та самая формулу и есть. Но здесь, опять-таки, критически важно, что для того, чтобы говорить о длине векторов этих терминов, на самом деле, начинать нам нужно с введения понятия скалярного произведения. Шикарно. А теперь, коллеги, свойство номер 4. Свойство номер 4. Свойство номер 4. Давайте мы с вами посмотрим. Давайте мы с вами посмотрим на вот такую штуку. на отношение скалярного произведения к произведения модулям. Можно на самом деле смотреть даже не на него самого, можно смотреть на его модуль, на модуль этого числа. Ну, во-первых, он очевидно не отрицателен и ноль очевидно достигается. Да, может быть, на самом деле стоило это свойство стимулировать пятым, но начала так начала. А во-вторых, максимум этой штуки очевидно единицы. И это позволяет нам определить угол между векторами. Ну, обычно в этом месте определяются косметики. Как раз как отношение. Эта формула вам, конечно, тоже знакома. Вы в школе наверняка видели. Правда, скорее всего, она выписывалась в таком виде, что скалярное произведение можно вычислить как произведение длины векторов со множителей на косметики. И здесь есть принципиально важный момент, коллеги, которым я хотела бы заострить ваше внимание. Довольно часто на вопрос, что такое скалярное произведение, можно услышать, ну, это вот это. Нет, это не правда. В том смысле, что это не определение. Опять-таки, в структуре вашего курса, ваших курсов любых, критически важно различать определения, критерий, необходимые и достаточные условия, отдельно необходимые и отдельно достаточные условия, такое тоже имеется, бывает, свойства, признаки и прочее. Вот это, это не определение скалярного произведения. Это формула, которая позволяет это скалярное произведение вычислить. Но предлагается то, что в качестве определения, скажем так, это очень редкая вещь. Практически никогда не встречается, потому что довольно неудобно. Так, прекрасно. Значит, и, собственно, вот вы заметили, на меня так запнулась, когда сказала, что нужно было бы это свойство вспомнировать пятым. Хотя так тоже хорошо. Дело в том, что вот эта формула, среди прочего, уставляет нам довольно удобный способ определить ортогональность векторов. Да, векторы У и В ортогональны, если их скалярное произведение нулевое. Опять-таки, вот это свойство вам совершенно точно знакомо. Напомню еще со школы, ничего нового в этом нет. Ну, моим подсчетом вот этого списка из пяти основных свойств нам с вами хватит на все наши такие, я бы сказала, на все наши такие вот срочные нужды. Я сейчас, опять-таки, не хочу засыпать вас какими-то суперсложными выводками, но вот, тем не менее, вот эти пять свойств – это то, что нам важно иметь при себе. Так, коллеги, по поводу вот этих вот пяти свойств. Есть ли какие-то вопросы? По поводу вот этих пяти свойств. Есть ли какие-то вопросы? Так, отлично, отлично. Тогда, коллеги, давайте сейчас проделаем такое упражнение. Давайте сейчас проделаем такое упражнение. Давайте возьмем, ну скажем, такой вектор. И найдем. Ну, давайте, скажем, найдем все возможные векторы ВЭА, про которые известно, что ВЭПер пунктикулярен А и имеет, ну скажем, длину длины. Например, как решать такую задачу? Ну, наверное, понятно. Мы возьмем наш неизвестный вектор. Обозначим его компонент x, y, z. Поскольку А вектор трехмерный, то вектор В тоже обязан быть трехмерный. И у нас условие ВЭПер пунктикулярно А превратится в АВ равно 0, которое, в свою очередь, превратится в 1x плюс 2y плюс 3z равно 0. Условие не та длину, по которой мы видим. Это очень понятная вещь. Это система из одного уравнения от трех перемен. Раз уравнение одно, а переменных три, сколько независимых переменных потребуется, чтобы описать все решения этой системы? Коллеги, вспомните, пожалуйста. Одно уравнение, три переменных, сколько из них нужно выбрать в качестве независимых? Да, Мария, вы совершенно правы, очень хорошо. Очень быстро. Действительно независимых переменных потребуется две. Но, с вашего позволения, я выберу переменные y и z. Очень не хочется таскать коэффициенты. Значит, y и z у нас независимые переменные. Соответственно, x будет иметь вид минус 2y минус 3z. После этого наш вектор v. Давайте я поставлю здесь принципирование, чтобы везде не делалось. Превратится вот в такой. его можно будет разбить в сумму 2. Соответственно, вот выясняется, что на самом деле таких вот векторов, векторов перпендикулярных вектору а цены в плоскости. Это совершенно разумно. Понятно, что у нас был какой-то вектор а конкретный. Тогда все векторы, лежащие вот в этой плоскости, будут перпендикулярными. Ну, остается добавить, что раз нам нужно, раз нам нужно, чтобы длина была равна, вот я сдала длину равную единичке, да, то нам нужно будет написать здесь уравнение на длину. Ну, давайте, может быть, его напишем, хотя оно будет не очень красивое, да. у квадрат плюс z квадрат плюс 2у плюс 3z квадрат равна единичке. Дальше это выражение можно упростить. Оно будет довольно корянным. 5у квадрат плюс 10z квадрат плюс 12уz равна единица. Дальше можно выписать конкретные уравнения. Я сейчас не очень хочу этим заниматься, потому что не самое удачное чистое я выписала. Если смотреть на картинку, то, опять-таки, понятно, что нужные нам векторы – это будут векторы с началами вот здесь и концами, заметающими, собственно, окружность вот в радиусе длины. в радиусе длины. Хорошо. Значит, на этом этапе, на этом уровне все на самом деле совершенно несложно. Некоторую сложность могут вызывать перевод задачи с естественного языка, на котором он сформулирован, на язык тех формул, которыми должно быть записано решение. Ну, вот тот пример, который я вам сейчас предложила, он довольно простой. Скорее всего, может быть, у вас были какие-то домашние задания, в которых были какие-то более сложные задачи, но в таких задачах, как правило, довольно тщательно подбираются константы для того, чтобы результат был приличнее. Хорошо. Значит, тогда давайте, если здесь тоже вопросов нет, давайте переберемся на векторное произведение. Я, на самом деле, имею предусмотрен такой план. Значит, у нас вот сейчас с вами полдесятого. Значит, я хочу сейчас рассказать про векторное смешанное произведение. А после этого посмотреть на несколько таких вот привыкательных упражнительных задач. Ну, а после этого хотя бы что-то сказать про аналитическую геометрию, про применение этих логибраических идей к геометрическим задачам. Так, ну тогда поехали. Я сейчас... Да, пожалуй, морально не готова, чтобы это так позвалась. Это довольно утомительно. Поэтому... Едем дальше. Итак, векторное произведение. В отличие от скалярного произведения, которое мы определяли в РН, векторное произведение, обозначается оно чаще всего косым крестом, определено только для трехмерных векторов. На скалярное произведение мы можем вычислить для векторов любой длины, лишь бы одинаковый. А векторное произведение... Это означает, как я уже говорила, косым крестом. Коллеги, внимание, это не х, это крест, векторное произведение. И результат векторного умножения в векторах – это вектор. Так, вот результат умножения скалярного – это будет скаляр, а векторного – вектор очень удобно. Прямо в названии содержится подсказка. Итак, сейчас мы с вами будем обсуждать, как устроено векторное произведение, как оно работает, как его вычислить. Это не один и тот же вопрос, сформулированный разными словами, это немножко разный вопрос. Вот сейчас мы ими займемся. Причем, что забавно, начнем мы с вами не с формулы. Формула конкретная появится чуть позже. Начнем мы с вами со свойств. И первое свойство – это линейность по первому аркуме. Ровно так же, как было для скалярного произведения. Если У, В и дубль В – это трехмерные векторы, а альфа – это вещественное число, тогда альфа У плюс В векторно умножить на дубль В – это альфа У крест дубль В плюс В крест дубль В. Мы снова должны узнавать эту штуку. Снова линейность. Снова возможность разбить сумму на слагаемое и вынести константу из-под знака оператора. Линейность по первому аркуме. Ну, вы уже люди опытные, поэтому вспоминаете. Да, в скалярном произведении была симметричность, она же коммутативность. Вот здесь не будет что-то такое. Ну, в некотором очень широком смысле – да. Дело в том, что, в отличие от скалярного произведения, векторное произведение антикоммутативно. Если у нас есть пара трехмерных векторов У и В, то У крест В – это минус В крест У. Антикоммутативность. При перестановке аргументов векторное произведение меняет знак. Следующее свойство. Ну, раз векторное произведение – это вектор, то у него есть длина. И длина – это действительно есть. Поделяется вот так. Длина результата векторного изложения. Коллеги, я должна была бы писать для любых у него из-за три, я поленилась это делать, но вы, пожалуйста, не скажите. Давайте я напишу. Пожалуй, рановато еще такие вещи пропускать, а то еще приводите. Итак, модуль длина векторного произведения – это произведение длины множителей на синус угла нижнего. Такая штука, да? Во-первых, она, конечно, штука. Немножко смахивает на формулу эскалярного. Только здесь речь о длине. Ну, а во-вторых, вот этот синус, он вам должен что-то напоминать. Вот у меня вектор У. Вот у меня вектор В. Вот то, что здесь написано – произведение длин сторон на синус угла между ними. Это же, извините, формула площади параллелограмма. Вот это вот. Так что да, векторное произведение, среди прочих полезных свойств, имеет и такое. Его длина численно равна площади параллелограмма, натянутого вот на эти векторы, как на соседние стороны. Из этого, кстати, немедленно следует, что если мы пытаемся вектор наперемнуть два параллельных вектора, то результат будет нулем. Ну, потому что у параллельных векторов не будет. Площадь соответствующая параллелограмма оказывается не будет. Хорошо. Прекрасно. Полевно. Смотрите, друзья мои. Начинает вырисовываться один из ответов на вопрос о том, как посчитать это векторное произведение. Результат векторного умножения – это вектор. Вы прекрасно знаете, что вектор характеризуется модулем и направлением. Вот модуль мы уже умеем определять. Как насчет направления? С направлением ситуации следующее. Если у нас есть вектор у и в с в 3, тогда вот здесь мне придется ввести обозначение вектор W, который будет результатом векторного умножения, обладает следующими свойствами. Во-первых, он перпендикулярен обоим множителям. А во-вторых, у В и у крест В образуют вот здесь, коллеги, образуют так называемую правую тройку. Что это за зверь? А вот что. Вот давайте вернемся к моей картине. Векторы У и векторы В. Вот они. Тогда вектор W должен быть направлен так, чтобы концы векторов У и W обходились против часовой стрелки. Вот помните, у вас уже появлялось направление обхода против часовой стрелки в качестве естественного, например, когда мы обсуждали полярные координаты и, как следствие, фигометрическую форму комплексного числа. Вот это снова она. Соответственно, когда мы перемножаем два вектора векторных, их результат в результатах умножения направлен перпендикулярно плоскости натянутой на множители и так, что вот эти три вектора образуют правую тройку. Сейчас мы немножко в этом смысле поупражняемся. Это, наверное, можно считать частью свойства номер четыре, хотя иногда его включают, выносят в отдельное свойство. А именно, давайте мы сейчас нарисуем нашу обычную Декартову прямоугольную систему координат трехмерную. Нарисуем стандартную тройку базисных орд. Вектор И, вектор Ж и вектор К. Вектор И имеет координаты 1,0. Вектор Ж имеет координаты 0,1,0. И вектор К имеет координаты 0,0,1. Вот мы с вами сейчас, пользуясь вот этими двумя свойствами, составим таблицу векторного умножения для базисных орд. Так, И, Ж, А. Вектор умножать можем на И, Ж, А. Ну, прежде всего, разумеется, мы воспользуемся мыслью о том, что если мы умножаем вектор вектор на себя, то в результате получается 0. С этим легко. Вот теперь давайте заниматься вот этим. и на Ж. С длиной все понятно. модуль И крест Ж, это модуль И на модуль Ж на синус угла между И и Ж. длинный вектор имя Ж. Легко посчитать. Синус угла определить тоже легко. Итак, скажите, пожалуйста, коллеги, чему будет равна длина векторного произведения именно Ж? Мария, как длина? Да вы что? Неправда? Коллеги, обратите внимание. Вот сейчас Мария очень удачно то ли поторопилась, то ли ошиблась. Поскольку я видела в какой момент ее последняя реплика появилась в чате, то я сейчас не могу сказать. Дело в том, что Мария написала что-то в чат до того, как я спросила, задала конкретный вопрос или просто ошиблась. Значит, посмотрите, пожалуйста, да, вопрос был с вами уверен так. Чему будет равна длина векторного произведения именно Ж? Не само векторное произведение, а его длина. Мария ответила на другой вопрос. И это то, о чем мы с вами уже многократно говорили. Проблема в том, что если вы правильно отвечаете, но не на тот вопрос, то вы отвечаете неправильно. То есть здесь придется не забывать, что то, что вы отвечаете при реальном очередении зависит от того, чего спрашивают. Итак, какая же будет длина у векторного произведения и при G? Пожалуйста. Да, да, Мария, разумеется, вы правы. Соответственно, нам нужен вектор длины 1, который перпендикулярен плоскости и G. Ну, понятно, что таких векторов на самом деле два. Один вектор действительно совпадает с K, а другой вектор – это вектор минус K. Для того, чтобы понять, плюс K или минус K, нам нужно нарисовать правую тройку. Ну, или не рисовать, а просто убедиться. Вот у нас положительное направление. Да, действительно, плюс K подойдет. Так что здесь Мария, хотя и забежала вперед, но была совершенно права. ИК и G – это K. И, коллеги, по антикоммутативности мы сразу же можем запомнить вот эту лечение. Раз ИК и G – это K, значит G – это минус K. Так, отлично. Так, коллеги, понятно ли это? Так, ну, Мария, да, за вас я спокойно по ответам. Понятно, что у вас в этом смысле нет проблем. Ага, Богдан, вижу, хорошо. Так, Даниил, как у вас? Даниил, отзовитесь, пожалуйста. Все понятно, чудно. Тогда давайте заполнять оставшиеся лечение. Чего будет равно, ну, давайте теперь уже без всяких промежуточных длин, чему будет равно и крест K. Так, я бинуточку, пока вы размышляете вот эти вопросы. Спасибо. 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 Так, коллеги. Странно. За время, что меня не было, ответ не появился. А, вот, Мария уже исправила ситуацию. Действительно, и крест K, опять-таки, с тех же соображений, конечно, это либо G, либо минус G. Для того, чтобы обход был против часовой стрелки, придется пойти вот туда. Минус G, ну, и по антикоммутативности G. Замечательно. Ну, и последнее, что осталось заполнить, осталось заполнить вот эту пару ячеек. G крест K. Что такое G крест K? Да? Да, Мария, очень хорошо, явно у вас эта тема хорошо уложилась. G крест K это и, ну, и, соответственно, минус G. Вот мы с вами заполнили что-то вроде таблицы векторов умножения для базисных орд. Так, ну, Мария, за вас я спокойна. Так, да, Богдан, вижу, у вас тоже все получилось. Так, Данил, все ли вам понятно, все ли у вас в порядке? Все в порядке? Чудно. Значит, коллеги, тогда давайте посмотрим, прежде чем двигаться дальше, а это еще не все свойства, которые нам нужны. Самое интересное, на самом деле. Но вот этих свойств, вот этих четырех, уже достаточно, чтобы что-то говорить о вычислении векторного произведения. Смотрите, пожалуйста. Сейчас, коллеги, секундочку. У нас в зале ожидания появился человек внезапно. Ну, значит, с какой-то вот такой, с высотыктичего полета. Мы, в общем-то, понимали, что если мы умеем находить длину и направление вектора, то, в принципе, мы вектор найдем. Это не очень удачно, потому что придется исполнять какие-то танцы с буквами для того, чтобы найти вектор в каком-нибудь понятном выражении, ну, в координатах. Соответственно, мы с вами решили попробовать облегчить себе участь вот таким образом. Дело в том, что вот эта вот самая табличка, которая, конечно, результат вот этих двух свойств третьего и четвертого, позволяет в сочетании с первыми и вторыми свойствами предложить один из способов находить векторное произведение. Сейчас мы его запишем, а потом пойдем дальше по свойствам. Еще раз повторюсь, самое любопытное, нас еще только ожидали. Итак, коллеги, могу ли я стирать с доски то, что на ней сейчас написано? Мне потребуется место, чтобы рассказывать дальше. Хорошо. Давайте я сохраню табличку на доске. Она нам еще пригодится. Ну, уберу все остальное. Итак, коллеги, представим себе, что у нас есть задача. Вектор на перемножить. Векторы, ну, скажем, 3, 2, минус 1 и 5, 0, 4. Мы с вами знаем только то, что уже успели обсудить. Понятно, что если кто-то хорошо освоил эту тему по основным занятиям, то вы знаете некоторые формулы, которые мы еще не написали. Но вот как? А дело в следующем. Мы же с вами не зря только что вспоминали, что такое ниженька. Вот здесь фактически написано, что мой вектор имеет координаты 3, 2 и минус 1. То есть мой вектор у – это 3и плюс 2ж минус k. А вот здесь написано, что мой вектор с координатами 5, 0, 4 – это вектор 5и. Ну, давайте я напишу плюс 0 ж, хотя, естественно, это можно было бы написать. И плюс 4к. А, да, коллеги, великое преимущество базиса – это возможность выписать произвольный вектор в соответствующем пространстве как линейную комбинацию базисных векторов. То есть как сумму базисных векторов с некоторыми постоянными векторами, которые, собственно, и есть координатами. Так, коллеги, мне неловко, но я все-таки спрошу, откуда взялись эти равенства, всем понятно. Отлично. А теперь, коллеги, смотрите. Задача посчитать вот это векторное произведение не изменилась, но немножко изменилась запись. Теперь я хочу умножить 3и плюс 2ж минус k векторно на… Ну, я перестану писать 0g, неинтересно. 5и плюс 4к. И вот теперь мы начинаем пользоваться свойствами. Линейность по первому аргументу позволяет нам вот это выражение разбить на слагаемые. Слагаемые будут такие. 3и крест. Давайте я, что ли, скобки здесь квадратные буду рисовать. 5и плюс 4к плюс 2ж крест 5и плюс 4к. И минус k крест 5и плюс 4к. Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Я воспользовалась одним единственным свойством. Первым свойством в нашем списке – свойств векторного произведения. Линейностью по первому аргументу. И мое выражение вот это распалось на 3 слагаемых, каждая из которых уже устроена попроще. Теперь первый множитель – это, извините, 1, 2, снижение. К сожалению, так же лихо разобраться со вторыми аргументами я не могу. Но я могу использовать антикоммунитативность. Антикоммунитативность приведет к тому, что здесь будет минус 3, 5и плюс 4к крест и. Чего мы добились применением антикоммунитативности? Понятно, чего. Теперь у нас сложно устроенный аргумент. Снова первый. И снова можно пользоваться линейностью по первому аргументу. Пользуемся. Минус 3 на 5 – это минус 15и крест и. Минус 3 на 4 – это минус 12к крест и. И мы закончили с первым слагаемым. То же самое еще два раза. Минус 10 и крест G. Минус 8к крест G. И, наконец, последнее слагаемое. Здесь все просто. 5и крест K плюс 4к крест K. Теперь у нас целых 6 слагаемых. А могло бы быть и 9. Нам просто повезло, что у вот этого вектора нулевая вторая. Но зато каждый из них имеет вид константа на векторное произведение двух фазисных векторов. Аллилуйя, мы не зря составляли как лист. Считаем. И крест И – это 0. А крест И – это G. Минус 12G, значит. Минус 10 и крест G – это K. Минус 8к крест G – это минус И. Ну, давайте я напишу. И крест K – это минус G. Ну, и K крест K – это 0. Собственно, работа практически закончена. Получившийся вектор – это 8и минус 17G. Надеюсь, я нигде не обсчиталась. Вы мне сейчас скажете. Минус 10к. Соответственно, можно оставить ответ в таком виде, а можно написать в виде координатам. Векторное произведение оказалось имеющим координаты 8 минус 17 минус 16. Итак, коллеги, вот он первый способ, первый, я бы сказала, эффективный способ посчитать векторное произведение. Он довольно хорош, хотя, как видите, здесь приходится писать длинную, много строчек. Ну, и все вот это вот перекидывание аргументов туда-сюда, оно, конечно, предоставляет немало шансов запутаться в вычислении. Но с поправкой на такого рода проблемы – это способ простой, хороший и понятный. Коллеги, есть ли какие-то вопросы по поводу предложенного варианта вычисления? Мы с вами нашли векторное произведение векторов, пользуясь, ну вот, исключительно первыми четырьмя свойствами. Правда, мы использовали их все четыре. Мы использовали и линейность по первому аргументу дважды, и антикоммутативность. Ну, и составленную по третьему и четвертому свойству пабличку мы, конечно, тоже использовали. Так, Мария, отлично, вижу. Значит, ну, мой следующий вопрос, вы, наверное, опять восхищаете. Могу ли я стереть доски для того, чтобы продолжить записывать свой сон? Так, ну, Мария, да, значит, вас я не сомневалась. Значит, Богдан, Данила и Макс. Ага, Макс, все в порядке. Богдан, хорошо. Так, Даниила, видимо, действительно что-то со связью, потому что он так с паузой откликается. Ну, я не очень бы хотела сейчас много времени тратить. Если Даниилу не успели дописать, то видео, как всегда, будет на канале. Можете это и смотреть. Поехали дальше. Спасибо. Следующее свойство, свойство номер 5, предлагает нам еще одну формулу для вычисления векторного проявления. Итак, пусть у нас есть, значит, векторы У и В из Р3. Ну, и давайте они будут иметь вполне традиционные координаты У1, У2, У3 и, соответственно, В1, У2. Тогда координаты векторного проявления. Можно вычислить по следующему правилу. Можно вычислить определитель. А вот здесь, коллеги, внимание. Этот определитель будет устроен не совсем привычным способом. Дело в том, что в первой строке, посмотрите, пожалуйста, я записываю не числа и даже не функции. Я записываю обозначение для базисных формулок. Формально это трехмерные элементы. Но я не собираюсь мне ничего особенного делать. Вторая строчка – это координаты первого множителя, а третья – это координаты второго. Сразу вспоминается, вы, например, знаете, что антикомпитативность перестала в построчек в местах и, как раз, поменяя знак определителя. Или, например, если У и В параллельные, это значит, что их координаты пропорциональны, соответственно, в обе пропорциональные строчки, данные У и В определись, и вы прекрасно понимаете. Ну, если я хочу посчитать координаты, то мне придется вычислить этот определитель, причем вычислить его предположением по первой строке. Ну, и тогда результат будет И. Я не буду сейчас выписывать, на что конкретное. Ну, давайте я выпишу на некоторое. Альфа-1 плюс Ж на некоторое альфа-2 плюс К на некоторое альфа-3. Соответственно, У крест-2, это будут как раз вот альфа-1, альфа-2, альфа-3. Коллеги, естественно, результат вычисления при помощи определителя и результат вычисления при помощи того способа, который мы только что рассматривали, они будут одинаковы. Каким из них пользоваться, а каким хотите. Я бы сказала, что количество возможностей ошибиться в арифметике, в чистой арифметике, в первом варианте чуть побольше все-таки. Там приходится много перекидывать слагаемых, менять знаки, какие-то скобочки раскрывать. А здесь определитель, тем более определитель маленький, тем более много работы с матрицами, в принципе, так поднаторелевая. Поэтому в среднем по полиции я бы, конечно, рекомендовала ловить. С другой стороны, здесь тоже есть, где ошибиться. Здесь тоже есть, где ошибиться. Соответственно, у меня к вам предложение. Возьмите, пожалуйста, вот те два вектора, которые мы только что вектором перемножали, раскрывая скобки. Посчитайте, пожалуйста, их векторное произведение вот этим способом. Ну, и либо убедитесь, что результат сойдется, либо, если результат не сойдется, будем искать ошибку. Итак, пожалуйста, в качестве упражнения вот сейчас посчитайте векторное произведение тех двух векторов, которые мы только что перемножали, вот при помощи определителя. Пожалуйста, не знаю. Пять минут на эту работу. Пять минут на эту работу. Так, Мария, у вас сошлось? То есть, отлично. Ну, в принципе, здесь, как вам сказать, знаете, коллеги, когда приходится решать такую задачу, всегда очень забавно, потому что довольно часто слышишь комментарии, люди типа, ну, а где здесь можно ошибиться? Ага, Богдан, отлично. Здесь есть важный нюанс. Как вы, наверное, уже убедились за время своих занятий различными вопросами, не только математиками. В общем-то, ошибиться можно видеть. Неправильно записать условия. В процессе преобразования потерять знак, найти знак, потерять минус, с какой-то эффект куда-то съехала, и вот она уже не показатель степени, а просто значащая цифра. То есть, шансов на несодержательную ошибку, которая вносит содержательные помехи в результаты, их вагон. Ну, и в этом смысле мне, конечно, очень приятно, что мы с вами вычисления провели достаточно тщательно. Супер. Ну что ж, на самом деле, на этом мы с вами закончим разговор о таком чистом векторном произведении. Я сейчас предложу вам в качестве упражнений, упражнений или неупражнений, еще одну задачу. Представьте себе, что нам нужно, значит, под важным вектором а и б, ну, скажем, пусть вот такие, и вам нужно найти вектор D, который перпендикулярен А, перпендикулярен В и имеет, ну, давайте, два. Вот, как решать такую задачу? Как решать такую задачу? Ну, коллеги, какие есть соображения? Как можно найти вектор с таким вот набором характеристик? Векторы А и Б трехмерные даны, предлагается найти вектор D, перпендикулярный А и Б, да еще имеющий фиксированную длину. Какие-нибудь идеи есть? Значит, Мария, тут такое дело. Вы одновременно и правы, и правы не совсем. Я уже несколько раз сегодня говорила, и не только я, и сегодня вам говорила, что вектор характеризуется двумя вещественными параметами. Модулям, ну, окей, да, это направление, пожалуй, не совсем вещественное, хотя в терминах угла вполне себе. Соответственно, векторное произведение, конечно, может выступить в качестве инструмента. Более того, оно должно выступить. Не зря же я заговорила, вот, рассказываю, разговор о векторном произведении. Но что здесь важно? Что здесь важно? Векторное произведение позволяет нам удовлетворить вот этим другим условиям. Если бы вы встретили эту историю до разговора о векторном произведении, вы бы сказали, ну, давайте возьмем вектор D, значит, координаты X, B, Z, а дальше составим систему, значит, скалярное произведение A на D равно 0, скалярное произведение B на D равно 0, ну, и, значит, длина вектора D, простите, равна 2. Теперь вы, пробьютые, товарищи, вы понимаете, что вот эта вот штука позволяет вам сразу сказать, что вектор D будет параллелем A к S B. Ключевое слово параллелем, да? Опять, вот у меня вектор A, вот у меня вектор B, вот я посчитаю их векторное произведение, вот я посчитаю их векторное произведение, но оно же не совпадет на B. Это будет какой-то вектор ему параллелем. А вот дальше нам придется отдельно работать с длиной. То есть, Маша права, безусловно, права в том, что если нам нужно найти вектор параллельный вектору перпендикулярному другим, то векторное произведение – это более простой способ, чем решение системы из двух скалярных. Хотя им тоже можно. А вот важное, важное соображение заключается в том, что работать с длиной, потом придется отдельно. Ну, давайте это проделать. Итак, посчитайте, пожалуйста, чему будет равно векторное произведение Айбер. Любой способ. Можно при помощи определителя, можно при помощи раскрытия скобок. Здесь это совершенно не важно. Значит, пожалуйста, найдите векторное произведение. Акрыс Берчмонову трону. Акрыс Берчмонову трону. Спасибо. Спасибо. Минус 3G, минус 3K. Ну, давайте я запишу это вот в таком виде. Значит, ну, этот вектор очевидным образом хорош, в том смысле, что он действительно преподобляет и АМ. Более того, этот вектор можно записать вот в таком виде. А вот теперь коррекция внимания. Вот теперь, коллеги, внимание. Мы нашли какой-то вектор конкретный, который удовлетворяет вот этим требованиям. На самом деле понятно, что такой вектор не единственный. Да, я могу как угодно играть с длиной, а еще я могу повернуть его носом в другую сторону. Поэтому вектор, ну, давайте я сделаю D с волной перпендикулярный А крест B. Это любой вектор вида, ну, давайте я напишу прямо словами, константа умножить на 0,1. А теперь нам нужно подобрать константу так, чтобы длина соответствующего вектора равнялась двойке. Давайте смотреть. Длина D с волной. Это у нас, значит, модуль той самой константы на длину нашего вектора. Длина этого вектора очевидна корень. И нам нужно, чтобы вот это произведение равнялось двойке. Из этого следует, что модуль нашей, констант, равен корню из двух. И это означает, что наших векторов D на самом деле длина. Либо корень из двух на 0,1,1, либо минус корень из двух на 0,1,1. Собственно, ровно поэтому, коллеги, когда Мария написала про векторное произведение, я сказала, что она права, но не до конца. Вот оно, это не до конца. Да, да, векторный множитель, вот этот, безусловно, самый удобный способ его найти. Это прямый эффект. Но вот работа с модулем длиной, ее удобнее выполнять, не пользуясь этим инструментарием. Ну, и опять-таки важный момент, что векторов нужных мне получилось по самому два. Естественно, эта задача довольно простая. Задача из категории так называемых модельных, которые нужны, в общем-то, только для того, чтобы показать вам, как эта штука работает. Я надеюсь, она оказалась достаточно наглядной. Итак, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу вот этой задачи и ее решения? Значит, Мария, спасибо. Я очень хорошо вами освоена вот эта тема. Есть ли какие-то вопросы вот по поводу разобранного клиента? Так, Макс, у вас все хорошо, чудно. Так, ну, да, за Марию я спокойно. Погдан, хорошо. Могу стирать доски то, что на ней сейчас написано? Так, на ней, отлично. Отлично. Теперь, коллеги, мы с вами посмотрим на еще одну забавную штуку, которая называется смешанная путь. Так же, как и векторная, она будет определено только в артре. Коллеги, смешанное произведение – это нечастый в вашей практике случай тернарной операции. Операция, которая получает на вход 3-3 метра. Ну, она выходит в ее число. Со смешанным произведением все, как вам сказать, там много разных обозначений. Ни одно из них, честно говоря, толком не устоялось. Ну, я привыкла тоже круглыми скобочками обозначать. Вот скалярного оно отличается ровно тем, что там аргументы не 2, а 3. Но, может быть, это будет не очень удобно. Давайте, что ли, угловыми скобочками его будем обозначать. Так у вас обозначалось смешанное произведение. Как ваши лекторы обозначали смешанное произведение? Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вспомните, как у вас обозначалось смешанное произведение. Или у вас его вообще не было? Вопрос, казалось бы, несложный. Хотя, наверное, вы ищете конспекты. Ладно, я еще пару минут подожду. Вспомните, пожалуйста, какое у вас было обозначение для смешанного произведения. Вы, Жанночка, вы такое рассказывали? Коллеги, меня прямо пугает тишина в чате. Нет, Богдан, это не обозначение, это определение. Вы сейчас опять отвечаете мне на тот вопрос, который я задаю. Это очень печально. Значит, давайте я еще раз повторю. То, что вы написали, это определение смешанного произведения. А я спрашиваю, как вы его записывали? Или вы имеете в виду, что у вас не было специального обозначения для смешанного произведения? Данил, этого не может быть, потому что смешанное произведение от трех аргументов. У вас два. Просто через запятую, без каких бы то ни было скобочек? То есть никакого окружения у вас не было, да? Понятно. Ну, это неудачное решение. В целом я его одобрить не готова. Но, коллеги, значит, когда мы будем пользоваться своим обозначением, вот угловым из... Значит, обозначение это неудачное, именно потому, что уж больно много шансов его с чем-то переключить. Ну, зато от этого есть польза. Пока мы с вами выясняли, что же там было написано, Богдан написал, что же такое смешанное произведение. Действительно, смешанное произведение векторов – это скалярное произведение векторного произведения первых двух и третьих. Разумеется, все его свойства – это следствие свойств, которые вы уже освоили для скалярного века. Нас сейчас, вот сейчас, будет интересовать ровно одно свойство, ровно два свойства. На самом деле их больше, я просто не хочу их сейчас повечислять. Ну, плюс, пока вы искали в конспектах, вы явно просмотрели эти списки. Нас будут писать в первую очередь два. Итак, первое свойство заключается в том... Нет, какие-то три свойства. Первое свойство заключается в том, что смешанное произведение удобно вычислить тоже как определитель. Вот такой принцип. Второе свойство заключается в том, что модуль векторного произведения численно равен объему параллелепипеда, натянутого на векторы У, В и У, В, как настолько. Да, вот если у меня есть три вектора, естественно, я могу натянуть на них прямоугольный параллелепипед, и вот объем этого параллелепипеда, это и будет модуль смешанного произведения. Коллеги, обратите внимание, именно модуль, само смешанное произведение, это более сложная штука, так называемая, ориентированная. И, наконец, третье свойство из тех трех, что, как я обещала, у нас сегодня будут интересовать, на самом деле хорошее следствие второго. Итак, если смешанное произведение оказывается равным 0, это означает, что объем вот этого параллелепипеда, это означает, что наши три вектора лежат в одной плоскости. Вот так. И равенство 0 смешанного произведения – это хороший, простой критерий комплонарности. Да, мы с вами говорили о том, что в терминах скалярного произведения удобно формулировать критерии октогональности, скалярное произведение – не любое. В терминах векторного произведения можно формулировать критерий коллинеарности. Но это не очень удобно. Коллинеарные векторы проще определить, потому что их координаты компонарности. А вот с критерием компонарности ничего проще, чем смешанное произведение равное нулюх, просто нет. Замечательно. Ну, я сейчас, наверное, не буду предлагать вам отдельно посчитать объем какого-нибудь параллелемпида. Таким образом, понятное дело, что, зная формулу, вы можете это сделать и сами. Это не очень. Но кое-что интересное я бы хотела вам сейчас все-таки рассказать. Значит, коллеги, на всякий случай вот по этому совсем поверхностно-обзорному именанию есть какие-то вопросы? Мария, Макс, хорошо. А теперь смотрите, давайте мы с вами попробуем решить, откуда задача. Пусть у меня есть две скрещивающиеся прямые. Давайте-ка найдем расстояние. Ну, может быть, корректнее было вязать между или один, или два, но я как написала, так написала. Значит, коллеги, мы с вами помним, что такое скрещивающиеся прямые. Это прямые трехмерные пространства, в нашем случае которых нету в чьих точках. Соответственно, что такое расстояние между скрещивающимися прямыми по определению? Ну, это более-менее понятно, что такое. Мы берем, значит, две точки, одну на одной прямой, другую на прямой, на другой. Измеряем длины всех возможных таких вот отрезков с концами на разных прямых. И минимум из этих длин – это и будет то, что нам надо. Это возможный способ решения такой задачи, но надо, честно говоря, открутить ими. Потому что это, значит, нужно взять какую-то параметризацию, значит, параметризацию всех этих отрезков. Дальше решить задачу на минимум длины отрезка, который так параметризован. Это долго и утомительно. Это не нужно, потому что давайте посмотрим. Вот у нас есть прямые L1 и L2. Давайте для них напишем каноническое уровни. Ну, X минус X с ноликом на M1 равно Y минус Y с ноликом на M1 равно Z минус X с ноликом на K1. А здесь X минус X с нолом на M2. Это Y минус Y с нолом на M2. И это Z минус Z с нолом на K2. Соответственно, это канонические уравнения прямых. Коллеги, на всякий случай, вы же знакомы с тем, что такое каноническое уравнение прямой? Знакомы? Так, Богдан, у вас окей. Так, Макс, хорошо. Мария, знакома. Отлично. Замечательно. Тогда скажите мне, пожалуйста, какой будет направляющий вектор у прямой L1? Какие координаты будут направляющими вектора? Прямой L1. Данила, вижу. Отлично. Значит, вот написано каноническое уравнение прямой L1. Какой у этой прямой будет направляющий вектор? Ну, Маша, здравствуйте. Нет, конечно. Да, Богдан, вот мы справы. Только единственное, что обозначать этот вектор N – это плохая идея, потому что вектором N обычно обозначается вектор нормальный, а направляющий вектор – это не вектор нормальный. Направляющий вектор – вот я специально написала сюда его, да – это вектор с координатами M1, N1 и K1. Так, то, что, Маша, то, что написали вы, X0, Y0, Z0 – это точка А, какая-то, лежащая на прямой L1. Вот эта точка А имеет координаты X0, Y0, Z0. Так, Маша, скажите, пожалуйста, вы просто ошиблись или нужны пояснения, почему вот эта вектор, вот эта точка? У этого есть очень хорошее, прозрачное, понятное объяснение. Понятно, Богдан. Ну, вот здесь я вас немножко не одобряю, да, потому что если существует закрепленное обозначение, то использовать его в нестандартном качестве – это потенциальная проблема с пониманием. У тех, кто будет вас читать, а главное, у вас сомнительство, вы будете перечитывать эти записи, ну, скажем, через месяц, то есть шансы, чтобы сами себя неправильно отправлять. Да, я уже много раз вам говорила о том, что вот всяческие такого рода требования к обозначениям – это не для того, чтобы вы больше страдали, а для того, чтобы свести к минимуму шансы не понимали. Так, Маша, пояснения не нужны? Хорошо, хорошо. Значит, вы уже понимаете, к чему я клоню. Направляющий вектор для V2, вернее, для L2, давайте я его обозначу, V2. Это, естественно, M2, M2 и K2. И, ну, давайте, точка B на прямой L2 с координатами X с волной, Y с волной, Z. Ну, вот, как вы понимаете, нарисовать скрещивающиеся прямые на плоскости довольно тяжело. Я попробую. Так, вот у меня прямая L1, вот у меня прямая L2. Вот на ней живет точка A и вектор V1, а вот здесь живет точка B и вектор V2. А теперь посмотрите, пожалуйста. Давайте я возьму и вектор V2 спроецирую вот сюда. Вот вектор V2. Ну, да, у меня как-то плохо спроецировалось, он никуда торчет. Вот так как-то, да, будет точнее. Вектор V2. А еще давайте я нарисую вектор AB. Вот у меня получилось три вектора V1, V2 и AB. И я могу посчитать для них смешанное произведение. Неважно, в каком порядке. Мы только что с вами обсуждали, что модуль смешанного произведения – это объем соответствующего параллельно-пибина. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что объем параллельно-пибина – это, извините, произведение площади основания на высоту. А высота, она, конечно, не совпадает с вектором AB. Вектор AB – это какой-то вектор с концами на L1 и L2. Но высота, вот эта, H, это и есть то самое расстояние. Вот это вот расстояние между прямыми и L1 и L2 – это и есть H. То есть для того, чтобы найти это H, нам нужно поделить объем на площадь основания этого параллельно-пибина. А теперь, корейбе, вопрос на миллион. А площадь основания почему будет равна? Вот у нас есть параллельно-пибин. Ну, я его не дорисовала, да, я нарисовала три вектора. Натянутый на векторы V1 и V2, направляющие векторы наших прямых. И на вектор AB – это какой-то вектор с концами на наших разных прямых. И нам нужно найти высоту. Какая будет площадь основания? Модуль смешанного произведения – это объем. А площадь основания? А площадь основания? А площадь основания? Давайте, может быть, я дорисую все по баллограммам, настолько, насколько это возможно. Вот основания. Дальше вот эти ребрышки. Ой, да, не очень хорошо считабельный получается рисунок, но хоть как-то. Конечно, Маша, абсолютно верно. Это модуль векторного произведения. Можно писать и само векторное произведение. Ну, давайте я напишу модуль. Потому что все-таки нас интересует длинная длина. Соответственно, коллеги, посмотрите, пожалуйста, какой эффективный способ. Никакой войны с параметризацией. Никакой войны с минимизацией функции, описывающей длину. Просто отношение модуля. Смешанного произведения. К модулю. Ну, и на самом деле, примерно в таком же стиле можно решать задачи про расстояние от точки до прямой. Про высоту, я не знаю, треугольника, еще что-нибудь такое. Если нас интересует просто величина, то вот скалярное векторное и смешанное произведение при правильном подходе позволяют вычислять соответствующие величины без вознеисправления. Это очень интересный артефакт. Ну, и очень, чего уж греха таить, очень удобный для использования. Прекрасно. Так, коллеги, по поводу задачи на расстояние между встречающимися прямыми. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо. Ну, Мария, да. Спасибо. Богдан, отлично. Хорошо. Тогда давайте в качестве такого завершающего штриха я все-таки скажу еще кое-что по поводу направляющего вектора прямой. Несмотря на то, что, да, вот Маша сказала, что пояснять не нужно, что там все понятно, есть нюанс. Нюанс это заключается в том, что ошибка, которая случайно произошла, я уверена, что произошла случайно, Маша явно хорошо разбиралась от точки зрения. Она может быть результатом, как вам сказать, неполного, хорошего, но неполного понимания того, откуда это уравнение вообще тянется. Здесь есть очень важное соображение. Мы уже много раз с вами говорили. Потому что очень трудно учить телефонную страдочку. Очень трудно запоминать кучу информации, которая никак не структурирована. Соответственно, в этом месте. Если сказать, что вот каноническое уравнение запомнится, друзья, что то, что в знаменателе координат направляющего вектора, а то, что вычитается в числителе координаты точки, лежащие напрямую, это, ну, на самом деле, то же самое, тем не менее, в смысле, почему именно это направляющий вектор, а именно точка, если информации нет. Давайте я сейчас вот 10 минут оставшиеся потрачу. Но, на самом деле, реально у нас осталось чуть больше времени, поскольку мы сегодня работаем без перерыва, то, может быть, я вас отпущу чуть-чуть пораньше. Но вот это все-таки сказать надо. Давайте поймем, откуда вот эта штуковина вообще взялась. Давайте прежде всего вспомним, что такое, в принципе, направляющий вектор. Направляющий вектор – это произвольный ненулевый вектор в параллельной нашей теме. То есть, ну, вот у меня есть прямая. Слушайте, какой у меня у меня? Третий или четвертый маркер? Здесь мы не ж не заканчиваем. Вообще не желают сотрудничать. Итак, вот у нас есть прямая, L1. Направляющий вектор – это произвольный ненулевый вектор, который, ну, вообще говоря, параллельный. Теперь давайте сделаем следующее. Давайте возьмем значение. Ну, давайте я для простоты нарисую этот вектор прямо лежащим. Вот это вектор V1. Он лежит на прямой. Вот его координаты. М1, Н1, К1. Теперь я возьму на нашей прямой конкретную точку. Это точка А. Вот ее координаты. Х0, Легрит, Н1, З1. А теперь давайте я возьму на этой же прямой какую-то точку Т. И ее координаты Х, Ю, З1. Мы не знаем, какие они. Значит, Т – это какая-то точка. А теперь-то, видите, понимаете. Я могу нарисовать вектор АТ. Да, у его конца координаты неизвестны, а у начала вполне конкретные. Но это не мешает нам, имея координаты, написать координаты вектор. Собственно, последний штрих. АТ и V1 лежат на одной и той же прямой. Это значит, что эти векторы параллельны. Сонаправлены они или нет, неизвестно. Но это не важно. Важно то, что вы твердо знаете. И если векторы параллельны, значит, их координаты пропорциональны. Вот нам с вами каноническое. Это просто условие параллельности конкретного вектора, лежащего на этой прямой, и произвольного вектора, лежащего на этой прямой, но, правда, с началом в известной точке. Вот и все. Вот и все, коллеги. Соответственно, если вы помните эту формулу, это прекрасно, это действительно удобно и облегчает, ускоряет, я бы сказала, доступ. Но если вдруг не помните, вот это рассуждение, оно же очень простое. То, что условие параллельности векторов – это пропорциональность координат, это очень просто. То, что один вектор конкретный, а другой с фиксированным началом и произвольным концом – это тоже легко. Ну, а дальше, собственно, раз вектор, два вектора условия параллельности. Все. И на самом деле, примерно на таком же уровне сложности, примерно в таких же терминах можно расшлепать. Ну, по крайней мере, все, что касается взаимного расположения прямых отец костей, так точно. Это ровно то, о чем я говорила вот где-то ближе к началу нашего занятия. Это ровно возможность решать геометрические по постановке задачи алгебраические методы. Это реально удобно. Кстати, обратно иногда тоже бывает, верно? А вот, но здесь принципиально важно, нужно очень хорошо понимать, что из чего есть. Вот такая история. Значит, коллеги, у нас с вами формально еще осталось там сколько-то времени. Фактически, я еще раз повторюсь, мы сегодня работали без переныва, поэтому, если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Время у нас не закончилось, но если вопросов у вас больше нет, я, наверное, буду заканчивать наше занятие. Итак, пожалуйста, коллеги, я попрошу отозваться всех присутствующих, по-моему, очень много. Есть ли у вас еще какие-то вопросы, которые вы хотели бы сейчас со мной обсудить? Напомню, что наша сегодняшняя встреча последняя. Ну, Данила, когда-нибудь будет. Богдан, а вы служили во флоте? Окей, бывает и такое. Макс, хорошо. Давайте дождемся. А, окей, хорошо. Ну, вообще-то, это была попытка, потому что, возможно, неудачная. Так, осталось дождаться Марию. Мария у нас молодец, у нее явно очень хорошо все упаковывается. Это большое преимущество, большой плюс. Итак, Маша, как у вас? У вас тоже нет вопросов. Ну, хорошо, коллеги. Тогда, если нет возражений, давайте сегодняшнюю нашу встречу мы с вами будем заканчивать. Значит, я на всякий случай напомню, что возможность написать мне в личный кабинет у вас по-прежнему останется, да? Несмотря на то, что вот этот плюс, эта серия консультаций у нас с вами завершается сегодняшним занятием. Написать в личный кабинет мне вы можете, ну, в общем, в любой момент эта возможность не закрывается, да? Я говорила, я на всякий случай повторю, что я просматриваю в личный кабинет по будням, ну, стараюсь это делать каждый день. По выходным я в личный кабинет не заглядываю. Ну, соответственно, там, когда у нас будут каникулы, я тоже, скорее всего, сильно не каждый день буду заглядывать туда. Ну, а вот в такое рабочее время я это делаю регулярно, поэтому, пожалуйста. Значит, у меня есть, как вы уже знаете, у меня есть некоторое количество традиций. Одна из них – это картинка, которую я показываю по завершению эфира. И в последнем эфире семестра, вот уже без малого два года, те самые, что мы с вами сидим с переменным успехом в дистанте, я показываю в качестве последней картинки сезона одну и ту же картинку. Она мне очень нравится. Я бы сказала, что в целом эта картинка навевает оптимизм, хотя, конечно, легкую жизнь она нам не обещает. Но, пожалуй, обещает интересно. Да, Маша, спасибо большое. Мне очень приятно. И я еще раз повторюсь, что вы можете продолжать писать, если у вас будут вопросы. Я постараюсь на них отвечать, не сильно затягивая. Ну что ж, коллеги, мне было очень приятно работать с вами. Я очень ценю всех, кто много и вдумчиво занимался тем, что мы обсуждали, задавал вопросы, предлагал задачи, решал задачи, находил ошибки на доске. Вот я абсолютно уверена, что вы взяли от этих занятий практически все, что нужно. Те, кто больше молчал, взяли меньше. Ну, опять-таки, это их выбор, заставлять взрослых людей так себе делаю, я этим заниматься не собираюсь. Да, Данила, спасибо вам тоже большое. Ну и буду рада видеть вас в вечном кабинете, ну или живем, если мы с вами встретимся. Как сложится жизнь, пока предсказать нельзя. Ну что ж, коллеги, я поздравляю вас с тем, что мы завершили очередной кусок работы. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и надеюсь, что у нас все будет хорошо, а сессия отлично. Всего доброго, пока.